А самые успешные студенты технического университета получают стипендию выше средней заработной платы по региону, которая официально составляет порядка 43 тысяч рублей. За какие заслуги платят такие деньги и сколько человек претендует на место в списке топ-студентов вуза? Марина Калмыкова познакомилась с молодыми одаренными. Папка с грамотами, дипломами и сертификатами за участие в конференциях и научную деятельность студентке МГТУ Ксении Кулеш лишь часть ее заслуг. В интеллектуальной коллекции есть и диплом бакалавра с отличием по направлению биология. Сейчас лучшая студентка вуза получает второе выше. Основная моя научная работа это изучение успеха реализации жизненного цикла триматод, то есть класса плоских червей в моллюсках брюхоногих рода Литарина. Но также у меня были и другие работы. Мы изучали асимметрию листьев берез. Моллюсков Белого моря Ксения исследует с 2012 года. Гордость университета готовится к магистрской диссертации и хочет стать кандидатом наук. Круглая отличница в списке топ-студентов МГТУ вот уже три года. Стипендия 25 тысяч рублей. Парадоксально, но у специалиста с дипломом биолога на руках заработная плата даже ниже. Это будет в зависимости от стажа. Если начальная зарплата, то она, наверное, будет около, я думаю, около 20 тысяч. Ну а в дальнейшем можно развиваться в зависимости от того, в какую структуру планирует человек пойти. Всего в этом году по итогам зимней сессии и 150 претендентов на повышенную стипендию специальная комиссия отобрала 93 студентов. В списке лучших и Евгений Миронов. Специалист в области радиотехники получил второе образование по направлению техносферная безопасность. Сейчас готовится к областным соревнованиям по легкой атлетике. Я кандидат мастера спорта по легкой атлетике. Мне принадлежат несколько рекордов области в закрытых и открытых помещениях. Чемпион Северо-Запада, неоднократный призер первенства России. Помимо этого Евгений Круглый Отличник занимается волонтерской и общественной деятельностью. Он единственный студент-рекордсмен, получающий максимальную стипендию 49 560 рублей, что превышает средний размер заработной платы по региону. Это очень хорошая такая подпитка финансовая. В принципе, можно не зависеть от родителей, ну и как-то самостоятельно существовать, даже не существовать, жить. Зарабатывать на знаниях, не будучи специалистом, невероятно сложно, признаются студенты. Конкурс среди одаренных обучающихся примерно два человека на место. Но такой жизненный старт гарантирует стопроцентное трудоустройство. Работу золотым выпускникам предлагают сразу после защиты диплома. Вот именно такие студенты, вот такие рефлексирующие, амбициозные, они являются на самом деле, наверное, самым-самым большим ресурсом любого вуза. И, конечно, то, что правительство Российской Федерации этих студентов выделяет, то, что оно выделяет эти дополнительные денежные средства, которые очень серьезным образом их мотивируют к этим достижениям, мне кажется, это очень правильный государственный подход. Лучшая студентка МГТУ Ксения Кулеш планирует и дальше продолжить научную деятельность. А вот студент-рекордсмен, общественник и волонтер Евгений Миронов окончил вуз месяц назад. Красный диплом магистра ему пока не пригодился. Самый успешный и умный стипендиат осенью уходит в армию.